Такая беда, парни, на Ниве жуткий провал, даёшь газу, жуткий провал, вот. Ну, когда машина вообще переехать перестала, съездил в сервис, сказали, меняй карбюратор, якобы там две фазы, и какие-то каналы со временем засоряются, и ничего, ничем не почистить, ничего, типа что, меняй карбюратор. Ну, есть, я в интернете смотрел и другие причины, особо сам не разбираюсь, в общем, решил разориться и попробовать. Ну, это будет фиаско, если карбюратор не поможет, будем надеяться, что всё получится. Ну, и заменить фильтр на другой, на инжекторный, там необычный стоят, топливный фильтр, ну и воздушный заодно. В общем, попробуем, смотри дальше. Ну, что, едем дальше, пришёл вот такой вот карбюратор. Вот такой вот дом Пекар, надёжный, в деталях у них, дорогого марка Пекар, поставщик на конвейер. КА-175, 177, 178, мне вообще об этом ничего не говорить. Тут у нас, что для вас, ИЖ АЗЛК, производитель Санкт-Петербург. Вот такой вот у нас карбюратор, Z5700. В общем, ещё раз скажу, какая проблема, какая-то из камер не работает, которые отвечают за средний ход, за средний газ, за средний оборот, или за малый оборот. И, когда нажимаешь на педаль газа, машина просто тупо глохнет. Так что, вот, заказывал я его, по вот такой шире, по старой, со старого карбюратора. ДАСС-21073. Вот так открываем. Талон гарантийный. То есть, кроме карбюратора и прокладки ничего нет. Я думал, будет ещё инструкция, как настроить, потому что, фиг его знают, они уже настроены, идут или нет. Все, у нас тут новенькая, сделана в России. В общем, парни, не знаю, если дело не в карбюраторе, дело не в бобине, то это будет полная фиаско. Деньги на ветер, 5700. Плюс ещё ездил за ним. Но если парни с сервиса не врут, то тогда я его поставлю, и всё будет бенч. А как настраивать? Что-то я нигде не видел на ютубе. Ну что, тут есть винт холостого хода. А ещё какие винты? Больше я не знаю, где. Где ещё какие-то винты есть? Там качество, смеси или что-то, или нет вообще, полчаса. Вот сюда я как-то прибылу, да тут. Непонятно. В общем, идём дальше, будем смотреть. Поставим. Посмотрим в интернете, как ставить. Будем пробовать. Потому что на холодную просто вообще невозможно. Машина вообще не отдаёшь газу, она сразу глохнет. Так, вот он у нас старый. Старый весь. Весь грязный. Здесь, там тоже бензин кечёт. А вот новенький. Сейчас мы его так вот, раз. И поставим. И проверим, будет работать или нет. Так, ну чё, вроде всё поставил, как было. Всё тут везде. Шланчики везде воткни. Проверим. Жутко интересно, чё тут сейчас будет. Поможет карбюратор или нет. Или нет. Если нет, то деньги на ветер получаются. Причина в другом была. Опа. Опа. Чё-то забыли. Чё-то забыли. Топливо забыли. Кажется, точно, блядь, топливо забыли. Вот оно. Так. Так, всё, топливный шланг на месте. Так. Фильтр надо съездить. Купил фильтр. Надо поменять. А то, мне кажется, лучше вот такой. Фильтр всё-таки лучше такого. Ну, я в том плане, что... Ну, карбюратор жалко. Будет, если он опять засорится. Но настраивать его всё равно нужно. Поеду к знающему человеку. Чтоб мне там капонат настроился. Вот. Новый. Ставим. Вот. Ну вот, сейчас попробуем на холодную съехать. После замены фигурратора. Гораздо лучше. Так что я доволен. Всё. Всем пока.